Череда табличек над входом, как Ординская планка на груди ветерана. Липецкому металлургическому колледжу 85 лет. За эти годы старейшее профучилище региона подготовило свыше 30 тысяч специалистов, дважды сменило название и прогремело на всю страну, победив в нацпроекте образования. Сейчас колледж – базовая учебная площадка городообразующего предприятия ОАО НЛМК. А какие люди заканчивали здесь? И Голпаков Серафим Васильевич, который стал будущим министром Царства Небесной, и Афонин Серафим Захарович заканчивал, и Лякин Тихон Иванович – это руководители Новолипецкого металлургического комбината. Они начинали здесь, пацанами. Ветеран учебного процесса давно ушел от привычного мелой тряпки. Студентам дается максимум практики, поэтому все классы оснащены по последнему слову техники. И несмотря на то, что главная задача подготовка металлургов, колледж идет ногу со временем. Учат и компьютерщиков, и экономистов, и монтажников промооборудования. Учреждение сегодня работает и постоянно выпускает учеников нового поколения, которые готовы сегодня осваивать самые современные, самые передовые технологии, которые сегодня не только на Новолипецком металлическом комбинате происходят и формируются, но и, собственно говоря, они обеспечивают сегодня кадрами всю Липецкую область и далеко за ее пределами. В этот день рождения подарки получили все почетные грамоты и благодарственные письма вручили преподавателям колледжа, тем, кто на протяжении многих лет куют кадры для черной металлургии. Михаил Шершаков, Андрей Зубков, Липецкое время.